Книга Исход, глава 9 На валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израилетян не умерло ничего, но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону, Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был без земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу Моему, чтобы не отпускать его. Вот, я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в дома, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в дома, а кто не обратил сердца своего к слову Господа, Тот оставил рабов своих и стада свои в поле, и сказал Господь Моисею, протяни руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И протянул Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени ее населения. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. — Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду боли удерживать. Моисей сказал ему, как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы прекратятся, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздней. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам, и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея.